Канал Таёжный Обитель приветствует вас. Сегодня мы снова с Володей. Продолжаем чай пить. Всем добра. И у нас тема ножи. Он за свою жизнь много ножей сменил. И у него вот тут что осталось? Последнее из магикан. Он делает ножи. Я ножи делаю, а потом родственники забирают у меня их. Я его кузницу вам летом покажу. Она у него интересная кузница. Я удивлен был. Она компактная такая. Ты себе еще сделаешь. Нам надо. Ну забирай, говорю, себе еще сделаю. Ну вот охотничьи его ножи. Он сейчас про них расскажет. Давай, Володя, вперед. Так. Ну с чего начнем? Вот с этого, с маленького. Ну вот самый главный твой, по-моему. Двойной. Да, вот. Это у меня нож уже молодой. У тебя два ножа в одном был? Да, да, да. Но раньше изначально был вот этот фронтовик. Там был, он такой же большой был. А, он здесь был? Да, здесь был. Я его сломал и решил его переделать на маленький. А заместо него вот теперь вот этот. Он там находится. А раньше был вот этот нож. Он большой был, такой же длины, как этот. Но вот этот с клапана был. Ну, Наташа. Это вот, я вам скажу, это ему подарили нож. Да, да, да. Владимиру с юбилеем 50 лет на охоте. 50 лет. Это ему подарили. Это такой самодельный, но кто-то делал шикарно. Это в кузнице Спарта. Кузнице Спарта. На бухе ручка, как у зеков. А вот даже тут охотничьи. Ручку я сам переделал. У них там пластун был, ручка, как у сабли ручка была. А мне она тяжелая показалась. Что-то очень тяжелая ручка. А, ручку переделал? Да, это я сам переделал. А я как моряк, я себе подмор... Тельняшку. Под тельняшку. Ну, как делают эти десантники ножи. Там голубая полоска, белая, голубая, черная. А это, я говорю, как я моряк, я белый, черный. Да, да, да. Ну, и вот так я. Ну, вот такие длинные ножи, мы с ним тоже вот только что говорили. И ему нравится, и мне нравится. Очень удобный нож. Очень. Если бы мне предложили из вот этих ножей выбрать, я бы выбрал вот этот нож. Потому что он универсальный. Им можно смело идти. Даже ловушку можно срубить. Он тяжелый, ручка, длинное плечо, ветки где мешают, затеску сделать. Например, Сахатового убил, и тебе надо затески. Нет топор, а там бегом срубить. А вот топор у меня с собой всегда, а я ножом пользовался. Ногом. Вот когда зверя убьешь, и мясо свежее на снег же ложить не будешь, вот эти тонкие жерди... Нарубал. А топором бывает в чаще, он мешается ударить. Да, да, да. А ножом удобно. Раз-раз нарубил этих жердочек. Вот я поэтому и говорю, что я такой тоже люблю. И мясо складывать на что, чтобы не на снег мясо ложить. Да, да, да. Топор хоть и есть у меня, а я ножом всегда рублю эту мелочь. Вот с двух сторон у него эти, хороший нож. А этот, Володя? А этот у меня это... Маленький по мелочам. Ну и зверя также я разделываю. Он удобно, вот так его держать хорошо, вспарывать. Да, 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 да. Он сделан под эвенкиский как раз. Да, да, да. Под левую руку он... Даже хвост белки или шоболю... Да, да. Он нормальный, он не втыкается. Не втыкается, да, да. Как это с наклоном маленько. Вот он, в селедку почти сведен. Да, да. Под эвенкиский. Прямо катится там. Им даже просверлить что-то неудобно. Вот этим ножом тяжело вспарывать. Он же крутой маленький. Да, да, да. Упирается. У как-то не острый. Он упирается. Бывает шерсть набирает, но берет. Да, да, да. И он не хочет туда лезть и все. А этот сам, как шилок, туда сам проскатил. В общем, вот эти два ножа у тебя, они могут натворить много дел. Хоть что, кстати. Хоть и говорят там обдирочный нож такой. А как Федя тут, с таким брюхом, говорит, нет. Нет, нет, нет. Это тоже ты сам ручку попал. Да, это я сам. Тельняшка. И тут волны морские. Это вот кап. Ольховый кап. А? Ольха. Это, я хотел сказать, это ольховый кап. Его видно. У березы по-другому кап. Я хорошо знаю. Там мелкие такие завитушки, они другие. Особенно прикорневой. Вот этот отличный нож. Вот этим, с этим одним ножом тоже можно в тайге буквально все делать. Все. И вот два ножа. Работал хорошо у меня. Вот, конечно, тяжеловато маленько. Но уже ты перестрахованный. На поясе ничего. Я даже, бывает, у меня длинный нож, я его вот так втыкаю. За ремень раз вот так. Он у меня висит, а я еще его за ремень вот так, чтобы он не болтался, не бил. Особенно и легком. Ну, он нормально, он висит на ремне, и он плотненько на бедре висит. Да, да, чуть назад, чтобы не мешал. Да, нормально. Даже если один нож какой-то потеряешь, ну, всяко может быть в тайге, а второй уже будешь, конечно, смотреть за ним аккуратно. Ну, понятно, поехали дальше. Я как-то пришлось это, на вездеходе поехали на охоту. Ну, там у одного друга остановились. Ну, и выгрузили вещи. Ну, и мужики говорят, вот на рыбалку бы съездить, это, порыбачить, ну, на уху что-нибудь. Ну, на вездеходе надо съездить до озера. Ну, и... А вездеходчик, это, не заметил, ну, в общем, заторопился. А вещи у нас сзади вездехода выгружены были. А ему неохота было траву мять, это, на разворачиваться. Да, да, да. И он это решил плавненько назад, вперед, и поехал, он на вещи наехал, и на мой рюкзак так угадал, а у меня там нож лежал, и он переломал его, нож мой сломал. Надо же, рюкзак открываю, нож у меня сломанный пополам, переехал вездеходом. Ну, и приезжаю, а что, приехал в лес, мне же на охоту надо, я в отпуску был, надо же охотиться, а ножа нету. Я тут, у этого вездеходчика, палец от гусеницы, да, палец 71-го, вездеход. И тут же это, накалил его хорошо, на те же шаленые. В тайге. В тайге, на железяке, на толстой, там, нашел болванку, и кувалдой отковал себе ножик, примерно вот большого размера. И так же закалил его. Да, и в масле закалил его, так отлично. Получилось. Да, брился, прямо бритки такой получился, нож удачно. С пальцем делают хорошую. И он это только что синел, вот его отшлифуешь, все зеркальный, но потом несколько полежит, и как синеет, синим таким потянется. Но они, даже пальцы вот бывает, когда он лопнет, он видно синеет, видать, что-то добавлено. Да, такая сталь, и он синевой отдает. Они, бывают пальцы хрупкие, но он зато вот закаливается, даже палец сломается, и ты видел, как бывает острием, он поранится. Ну, понятно. Да, и вот он у меня хорошо работал. А потом потеряли его. Там сторож попросил, нож ты мне, мол, на лето оставь, а то ножа нет у меня. Оставил. Потом осенью приезжаю, потерял, пошел по грибы, где-то на каком-то пеньке, отдыхал и забыл, потерял. Можно предположить, что потерял. Ага, ну, может, ты понравился ему сильно, я бы мне сказал, что потерял. Придумал легенду. Ага, ну да. Ну, одним словом, ну, пришлось еще делать нож. Этот нож тоже сам сделал? Да, сам ковал. Ну, вот хорошая у тебя форма какая-то. Да, да. Проходишь. Вот не делаешь ты эти завитки вверх, как делаешь. Нет, нет, нет. Вот у тебя он, да. Вот этот нож для Сахатова обдирать, оленя изюмра, безумительно. Ручка сделана с пенопласта плотного, а вот здесь, по-моему... Это от ручки, это, от оружейного, это, приклада делается. Да, да, потому что текстура какая-то, краб или граб или что-то. От приклада, от ружья заводского. Вот эта легкая, она, я не знаю, она держит или нет. Нет, он тонет, утанивает. Тонет, но вот так, в воде стоит. Он не всплывает, ага. Легкий, удобный. Ручка теплая, на морозе эта ручка очень теплая. Для зимы, для зимы. Для зимы. Очень хорошо. Обдиратель... Его возьмешь, как будто он с подогревом, там тепло прямо идет из него. Ну, им так же можно обдирать даже мелочь. Ничего тут сложного нет, мы так обдираем. Ну да, при нужде-то можно все. Так, это что такое? Это что за чудо? Мама у меня в поликлинике работала. Мать твоя! Да, и принесла мне, ну я же плотно занимался в 90-х годах охотой, ну соболей обдирать. И вот такое, ну вот она принесла, ну вот пригодится. Ну и брала его с собой. Вот это, похоже, очень ценные были инструментальная сталь, или как она называлась? Ну вот я не знаю точно, как она... Делали специально для медиков. У меня жена тоже медик. И ей досталось с больницы ножницы. Они вот такие, знаешь, кривоватые. Да-да, есть где-то у меня такие. Вот мы с ней живем уже 40 лет, а ножницы у нее еще раньше. И они, вот они только сталь держат до сих пор. Поточишь и они держат. Я удивляюсь. Вот это вот... Поэтому, когда Володя показал, я говорю, это хороший нож. Этот нож очень хорошо держит сталь. Соболей, конечно, ему дирать очень удобно. Он будет, будут только отшакивать. Главное, чтобы были соболи. Ну у меня собаки хорошие были, так соболей собирали. Соболя были, понятно. Вот это что за чудо? А это... В тайге один там парень, ну повара попросил нож. Ну и попросил меня это отрезать. Ну я как сварщик был, там все резал. Он говорит, вот отрежь мне на нож. Ну он длинный был такой, здоровенный нож вот этот. Ну для масла и все резать. Он как сабля был длинный. И он мне говорит, надо вот ему ножик загорелось из него сделать. Я ему отрезаю, а эту половинку... А не посадил ты сварщик? Нет, это я аккуратненько отрезал. А то, что посадил, мы наждаком отработали. Там же видно по синей логе. Нет, я имею ввиду не сила закалка. Нет, нет, нет. Мы там ножом потом лишнее это посрезали, то, что около сварки было. Ну вот этот нож, если... Вот я его как бы применил бы шерсть и бездру срезать. Да, я же там когда работал, я же это, лапы выделывал. Да, да, да. И все там... Бездру срезать. Да, он мне как рабочий. Он, да, он как бы впереди работает, он не мешает рука. Все, шкуру, он в шкуру не втыкается плавненько вдоль шкуры. Ну и по китайски шинковать тоже хорошо. И это, ну, удобный получился. Я вот себе взял, не затеялся, ручку не стал переделывать. Какая была ручка, так оставил. А, эта ручка была здесь? Да, такая была ручка, только лезвие было такое огромное. Я парню это отрезал, ему надо было именно из этого металла себе ножик сделать. Ясно, ясно. Я ему это отдал. Вот эти ножи раньше столовые тоже были хорошие. Хорошие ножи, да? Да. Ну и вот такой последний нож, похожий что-то на кортик. Это сувенирный такой. Ну-ка, я как это... Давай, показывай. К столетию НКВД. К столетию НКВД? Да, да, да. Тебе подарили? Да, да, да. А ты как? Каким? Ты страшный человек. У Андропова служил. Ну, в управлении особых отделов в Хабаровске служил. А, служил? Да, да. На катере? Да, на катере генерала возил. Он же ФСБшник был? КГБшник? Да, начальник управления особых отделов. А, да. Генерал-полковник. Ну, это типа КГБ? Особых отделов? А, при армии? Нет. Это другого, другого. Это при совете министров СССР по Хабаровскому краю так назывался, правильно? Особое отдело. Не особое отдело, а управление особых отделов. Всеми особыми отделами управлял. Ну, ты, у тебя связи такие. Ну, да. Это управление. Когда тебе подарили? Вот, в 18-м году. Это уже после, когда ты же отслужил давно. Да, давно. Вот написано. И они тебя не забыли? О, КГБ, город Хабаровск. И они тебя не забыли? А куда? Там помнят всех. Ну, и чтоб ты молчал. А тем более, генерала возил. Я не просто где-то служил, а в управлении особых отделов. Тебя на границу нельзя выпускать. У нас же много не было. Ого. Ну, красивый. Это вот, по-моему, сейчас в интернете часто Ношенко вели. Да, да, да. Вот они рекламируют, показывают, я смотрю. А вот ты пробовал, сталь как? Ну, это как бы не очень крепкий. Ну, я же. Ну, так, просто как сувенир. Который делаешь ты, она лучше. Да, да. Эти, конечно, крепче. Ну, этот он, он, это, не практично, что-то там, я ему, он толстоватый маленько. Ну, а так, как сувенир. Ну, это. На празднику это. Да нет, и почему? Можно все равно. Например, даже Сахатов подточил мягкие ножи. Вот, бывают твердые ножи, бывают мягкие. Ну, да, и узбеки, вот у них пчайки, я тебе скажу. У них они не крепкие. Они их подправили. Да, да, да. Тут раз, раз, раз. А когда сильно крепкий, а, например, ударил по кости, или провел, его надо выводить долго. Да, тяжело. Да, тяжело. Поэтому такие ножи, мягкие ножи, можно им работать. Ну, нужно, конечно. В тайге его. Ну, то, что мне, он не нравится, если на охоту гарды вот такие. Если бы на охоту, я бы их отрезал. Ну, а я так, как сувенир, он пускай будет. С ними не шибко залезешь где-то там. Ну, и он все равно как бы мешает. Ну, это ясно. Это тебе память, что тебя помнят, что ты служил там, да. И не забыли. Ну, вот, сегодня Володю я благодарю. Он прекрасно рассказал про свои охотничьи ножи, про свои сувенирные ножи. То, что он делает, то, что он когда-то был. Спасибо, Володя. Я думаю, зрителям будет интересно. Они в комментариях напишут. Если какие-то вопросы будут, можно будет ответить. А пока всего вам доброго, удачи, радости, здоровья, творчества и гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока. Продолжение следует.